Сегодня по группе предприятий, которые входят в состав УГМК, это отстроенный бизнес по отраслевому принципу, то есть всё, что связано с медью или на основе меди. Здесь определённый объём, который ежемесячно, ежеквартально, ежегодно распределяется по этим предприятиям и затем реализуется в зависимости от степени готовности. Другая часть, в большей степени, мы реально производим больше, чем того, что мы можем продать внутри страны, продаётся на экспорт. То есть процессы строительства того, чтобы можно было произведённое… Значит, через каждые 5 минут бьёт? 15. Произведённое с наибольшей эффективностью продать, это всё удалось построить, но именно тот объём, это примерно 30-35% из того, что мы производим. Остальное всё всё равно экспортируется, потому что Россия практически по всем металлам имеет больший объём производства, чем то, что может сама в виде этих же металлов потреблять. Чтобы был Советский Союз, основа по потреблению металла была всё-таки оборона. Сегодня ничего этого нет. Это объективная реальность. А вот раньше… Из того, что мы производим, если это взять за 100%, значит, процентов 20 уходило на экспорт, остальное всё оставалось внутри страны. Многие говорят, что… Министерств, как таковых, в части управления металлургией не присутствует, их нет. Есть Министерство промышленности и науки, которое занимается на федеральном уровне вопросами общей федеральной промышленности, то есть в стране, что такое промышленность, допустим, металлургия в частности. Эти вопросы общей федеральные связаны с экологией, связаны с, наверное, экспортом, внутренним потреблением, то есть проблемы связаны со всей страной. Это да. А, допустим, сейчас обсуждается проблема или тема вхождения страны в ВТО, тоже будет очень федеральная проблема, потому что если нас туда примут, мы обязаны будем, если мы будем членами ВТО, то есть мы по этим правилам игры должны будем играть и жёстко соблюдать. Это формальные функции тех министерств, которые есть, то есть чтобы страна исполняла те обязательства, которые на себя берёт, допустим, квотирование по производству металлов, как вот по нефти, то, что сейчас происходит. Такое есть. А прямого там руководства нами, какое отношение к нам имеет это прямое руководство, если мы всё, что делаем, и живём за счёт того, что сами производим. Никто же нам не помогает ни в чём, никто нам бесплатно ничего не даёт, поэтому с какой стати нами управлять, если ты в части экономики не имеешь никакого к этому отношения. Субтитры создавал DimaTorzok